Привет, народ! Человек-паук возвращения домой. На первый взгляд просто отличное кино почти без каких-либо изъянов. В нем нет просто ничего лишнего и сейчас мы с вами все же узнаем, а так ли это и мог бы получиться фильм лучше, если бы некоторые сцены не порезали. Да, народ, это вырезанные сцены из фильма Человек-паук возвращения домой. Ставь лайк, если скучал. Кстати, сегодня, к сожалению, не будет приветов, потому что я просто не успеваю, но в следующем видео я передам привет сразу шестерым людям. Репостить и, возможно, именно вам повезет. Желаю удачи и приятного просмотра. Хочу посоветовать интересный канал, как может жить любой из вас. Полный трэш и угар, нереальные приключения. Отличное настроение после просмотра обеспечено, также очень классный ведущий, хорошее качество. Настоятельно рекомендую подписаться. Парень старается и я уверен, что он заслуживает вашей подписки. Ссылка в описании и передавайте от меня привет. Что же, давайте начнем. В первой сцене мы видим, как Паучок выглядывает из-за машины и вроде пытается что-то высмотреть, а потом снимает маску. Точного объяснения нет, но лично я предполагаю, что это момент из погони Питера за фургоном. И, скорее всего, ее порезали лишь из-за хронометража. Возможно, у этой сцены есть другая история, но лично мне кажется, что она не является какой-то важной и совсем не влияет на повествование. Поэтому идем дальше. В сентябре 2016 года в Атланте происходили воздушные съемки «Возвращение домой», где Человек-паук летал между высотками с тремя дублершами. Данная сцена по неизвестным нам причинам не попала в итоговый монтаж фильма. Паучок спасал ржеволосую девушку и многие подумали, что это МДжей, но, как оказалось, это не она. Но, скорее всего, эта сцена тоже не имела какой-то важности и была в самом начале фильма, когда нам показывали, как паучок геройствует. И, скорее всего, ее вновь тоже удалили просто-напросто из-за хронометража. Когда Тони Старк забрал у Питера костюм, нам показали сразу же, как Питер в забавной одежде стоял уже у порога своего дома. В оригинале же нам должны были показать, как он идет по улице в этой самой одежде, которую ему подогнал Старк. Не знаю, повлияла бы эта сцена на повествование, лично мне кажется, нет. Скорее всего, Питер просто шел бы по улице под грустную музыку или, наоборот, ставили бы какую-нибудь шутейку. Наверняка ничего удивительного не произошло бы, то есть, как вы поняли, вновь сцена, которая была вырезана просто, чтобы не превышать время фильма. А теперь, на мой взгляд, самая любопытная сцена из всех представленных. Питер стоит в каком-то доме и он у кого-то на мушке. Нет никакой инфы и нам остается лишь догадываться. Вариант с тем, что это происходит на вечеринке Лис, сразу отпадает, ведь там Питер в другой одежде. И тут и вправду остается только гадать. Либо Паучка нашли парня-стервятника, ну что очень тупо и никак не вписывается в фильм. Либо это какой-то розыгрыш, потому что если всмотреться, то прицелы кажутся, как какие-то огоньки. Честно говоря, у меня вообще нет мысли по этому поводу. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Как он вообще мог там оказаться и что это за место, и кто это мог сделать. Вообще могу предположить такой вариант, что это сцена после титров, но тогда тайн вокруг нее еще больше. Ну и также было порезано несколько мелких сцен. В интервью режиссер фильма Джонс Уоттс объяснил, куда делись эти сцены. Например, в итоговом Паучке нет сцены со стервятником, пикирующего вниз. Уоттс рассказывает, что кадры со стервятником были созданы специально для нарезки для Комик-Кон на ранней стадии съемок. Также в фильм не вошла сцена, в которой Человек-паук и Тони пролетают через Нью-Йоркский район Куинс. Как объясняет Уоттс, студия просто хотела кадры с Железным Человеком и Спайди для первого трейлера фильма. И знаете, довольно-таки хороший ход, серьезно, и красиво, и заманчиво. Также из фильма вырезали погоню Питера за автобусом и вырезали абсолютно все сцены поцелуев. Скорее всего от этого отказались из-за того, что героям в фильме по 15 лет и сосаться в 15 это слишком. В общем, как вы поняли, пока из известных сцен ничего важного нет. Если бы их оставили в фильме, то ничего бы в принципе не изменилось. Да, побольше паучка, да, побольше смешных моментов, да, детское порно. Но они никак не влияют на повествование, и поэтому пока что и вправду фильм не имеет в себе ничего лишнего. Однако одна из сцен до сих пор остается в тайне, а именно Питер на мушке. И мне очень интересно, что же там происходило на самом деле. Если кто знает, обязательно напишите в комментариях. Кстати, в 20-х числах я готовлю стрим. Напишите опять-таки в комментариях, в какое время по Москве вам удобнее его смотреть. Кроме того, не забудьте подписаться на канал, как все. Парниша и вправду старается, а дача маленькая. Давайте поможем ему. Ну и на этом все. Как только мы набираем 1000 лайков, то я начну делать новое видео. Правда не сразу, ведь я сейчас ненадолго уеду. Поэтому давайте поддержите меня. Хочу приехать и удивиться, насколько вы круты. Не забывайте подписываться на канал. Для меня это очень важно. Также не забывайте про лайки и комментарии. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok